Когда построят труддом в Ханты-Мансийске и почему могут отказаться в выплатах семье? Такие вопросы задают югорчане губернатору Югры. В честь Дня семьи любви и верности Наталья Комарова проведет прямой эфир. Он будет посвящен поддержке югорских семей. Кстати, в соцсетях главы округа можно задать интересующий вопрос под анонсирующим постом Семейного совета Югры. Наталье Комаровой уже пришли вопросы и про детей. Например, почему не продлевают статус многодетной семьи, если совершеннолетний ребенок учится в научном отделении? Под этим комментарием собрались сразу несколько единомышленников. Спрашивают и про пап, почему в Ханты-Мансийске не пропагандируют отцовство. Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить на Семейном совете Югры. Прямая трансляция начнется сегодня в 14.00 на официальной странице Натальи Комаровой в социальных сетях. Детский сад Каждый сезон территорию оформляют, исходя из выбранной тематики. Этим летом это герои фильма про Чебурашку. Была создана группа WhatsApp, Viber в мессенджерах. Там, где уже непосредственно под эту тематику как сотрудники, так и родители, в общем-то и дети предлагали, как можно облагородить территорию детского сада. Очень, конечно же, трудно было детям объяснить, кто такой Чебурашка и зачем он. Поэтому была предварительно проведена огромная работа. Как с родителями, так и с детьми. Потому что родители у нас и молодые есть, которые не знают, кто такой Чебурашка. Не менее ярко и интересно оформлен и сам детский сад. Отдельное место, в котором занимает дополнительное образование. Здесь есть центры развития, творчества, занимательной математики, патриотического воспитания, здоровья, астрономии и другие. Причем занятия проходят в игровой и максимально комфортной для детей обстановке. Для этого задействованы все пространства детского сада. Мы вышли за рамки традиционного обучения и расширили наше пространство. То есть для того, чтобы дети могли заниматься не только в кабинетах, в помещениях, в групповых дополнительных, но и в коридорах. Куда ребенок тянется, туда он и идет. И, наверное, это одна из таких важных причин, за которых дети, наверное, сюда хотят идти. Потому что не хотим рисовать, мы пойдем в конструктор поиграть. Или не хотим в конструктор, мы пойдем еще куда-то. У нас не было адаптации даже. С улыбкой в садик. Просыпались раньше мамы и папы. Все это и позволяет детскому саду домовенок уже на протяжении пяти лет оставаться в списке лучших дошкольных заведений страны и получать новые награды. Регина Гауф и Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Житель Нефтьюганска освоил кожевенное дело, чтобы организовывать бесплатные мастер-классы для горожан. Идею учить всех желающих создавать красивые изделия из кожи инициативно югорчанин подсмотрел во время полуфинала большой перемены в Казани. А по возвращении взялся за написание проекта для конкурса на гранд-губернатора. И кожевенные мастер-классы оказались в числе победителей. На средства гранта была организована мастерская и закуплены все расходные материалы. Здесь есть даже лазерный гравировальный станок. Отмечу, что принять участие в мастер-классе можно бесплатно. Достаточно оставить заявку в группе мастерской в социальной сети ВКонтакте. В Нижневартовске передали в суд уголовное дело в отношении организаторов и горных клубов. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР. Речь идет о двух заведениях, в которых были организованы азартные игры с использованием автоматов. Сообщается, что преступники замаскировали деятельность клубов под букмекерские конторы, где якобы принимали ставки на шахматные партии. Кроме того, вход туда был возможен только по пропускам. По данным следствиям, за полгода преступной деятельности группа из восьми злоумышленников смогла получить прибыль в размере не менее 16 миллионов рублей. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. На имущество обвиняемых, деньги, нежилые помещения, автомобили и другие транспортные средства наложен арест на сумму свыше 13 миллионов рублей. По уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства. Проведено более 250 следственных и процессуальных действий. Это компьютерно-технические экспертизы, многочисленные допросы фигурантов, специалистов, учные ставки. Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу. В Ханты-Мансийске экоцентр Югра Собирает теперь можно сдать сломанную бытовую технику. Организация начала прием новых фракций, алюминиевые и жестяные банки и крышки, а также бытовую и офисную технику. Такая услуга появилась благодаря тому, что экоцентр заключил договор с предприятием, который занимается переработкой подобного вторсырья. После того, как данная практика будет опробована в Ханты-Мансийске, ее распространят и на другие точки Югра Собирает, которые находятся в Сургуте и Нижневартовске. В Нижневартовском районе ремонтируют мост через реку Аган. Строительные работы пройдут на 58-м километре трассы Лангипас-Покачи. Протяженность участка составляет 381 погонный метр, в том числе длина моста – 284. К слову, искусственное сооружение было построено почти 30 лет назад. С того момента серьезный ремонт здесь не проводился. Так как река Аган является судоходной, для безопасного движения речного транспорта на мосту заменят судовую сигнализацию. На время производства работ будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, а движение автотранспорта и пешеходов будет осуществляться по одной половине моста. В Югре психологическая помощь станет доступнее. С 1 июля в округе начали работу кабинеты медико-психологического консультирования. Они открылись почти во всех муниципалитетах округа. Отмечу, что граждане могут обращаться в поликлиники за профессиональной помощью бесплатно. Квалификация специалистов обеспечена подготовкой по профилю клиническая психология. Поэтому пациенты могут не сомневаться в уровне образования и компетенции психологов. Добавлю, что в данные кабинеты смогут обращаться участники и ветераны специальной военной операции и члены их семьи. Более 280 спортсменов примут участие в этнофестивале «Югорские обласа». Это представители России, Индии, Турции, Ирана, а также стран Африки. Кроме того, в стартах впервые примут участие дети. Спортсменам всего по 12 лет. Их возраст на два года меньше по сравнению с предыдущими состязаниями. Соревноваться будут в течение двух дней. Предусмотрены разные дистанции. Например, дети и женщины преодолеют на скорость круг, который равен 500 метрам. Мужчины выявят сильнейшего на километровой дистанции. Отмечу, что вторая часть круга будет проходить против течения. В этом году соревнование поменяло свою прописку. Стартовый городок сейчас устанавливают в деревне Шапша Хантамансийского района. Все, что связано с сохранением культуры, исконных традиций, коренных малочисленных народов Севера, устойчивым развитием, это, безусловно, те гуманитарные мосты, которые остаются устойчивыми и крепкими, несмотря на все сложности, которые есть на сегодняшний день в международной геополитической обстановке. Поэтому наш турнир проходит в международном формате. Мы ожидаем участников из восьми стран. Для посетителей этого грандиозного события у нас будет установлен шатер движения первых, в котором будет проходить ряд мастер-классов. Мастер-классы будут по приготовлению куколки Акань, по изготовлению украшений из бисера. Будем готовить вместе с нашими участниками обереги. Отмечу, в этом году мероприятие пройдет в новом формате и станет не только спортивным соревнованием по гребле на обласах, но и масштабным праздником, который объединит югорчан всех возрастов, что позволит вовлечь жителей автономного округа в мир культуры коренных народов Севера, а также ближе познакомиться с перспективой развития Арктики, частью которой является несколько районов Югры. Отмечу, что в это же время пройдет Северный форум, который объединит более 200 участников на площадке в Ханты-Мансийске, так и в онлайн-формате. Кроме того, одним из партнеров праздника станет региональный оператор Юграэкология. У гостей будет возможность прямо на месте сдать ненужные батарейки и пластиковые крышки, после чего увидеть, как их перерабатывают. У гостей. Продолжение следует... Продолжение следует...